Меня зовут Мизерная Марина Александровна. Я являюсь кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом школы наука Земли и окружающей среды Восточно-Казахстанского государственного технического университета. Сегодня я хотела бы представить вам курс, который является фундаментальным курсом при подготовке студентов-геологов. Называется он «Общая геология». Общая геология – очень интересный курс. Он интересен тем, что, несмотря на то, что речь идет о геологии, он очень важен для очень широкого круга слушателей. Этот курс может заинтересовать школьников, этот курс может заинтересовать их родителей. Этот курс обязателен для изучения студентов-строителей, архитекторов и всех людей, которые интересуются науками Земли. Что же такое геология? Геология – это очень обширная наука, которая дает основные знания о Земле. Само название геологии произошло от двух греческих слов. Это «ге», что означает «Земля», и «логос» – изучение. Геология изучает не только Землю, но геология изучает также те процессы, которые происходят на ее поверхности, и те горные породы и минералы, которые формируются в результате прохождения данных процессов. С одной стороны, это фундаментальная наука. С другой стороны, геология очень важна для познавательного процесса, и она является исторической наукой. Предметом геологии является сама Земля, являются все образования, которые сформировались на ее поверхности, и процессы, которые формируют современный облик Земли. К предметам геологии также относятся минералы и горные породы. Научно-познавательное значение геологии очень велико. Именно это определяет ряд задач, которые входят в изучение данной дисциплины. Во-первых, это изучение Земли как космического тела. Вы можете спросить, зачем геологам нужно изучать Землю как космическое тело. Дело в том, что ученые давным-давно установили, что наша Земля по своему составу, исключая планеты-гиганты, она аналогична составу других космических тел. Следовательно, когда-нибудь в будущем наши геологи перестанут изучать и добывать полезные скопами на нашей планете и переключатся на космические объекты, находящиеся в космическом пространстве. Геология изучает процессы, которые формируют ее современный облик и современные горные породы. Она изучает явления внутренней динамики Земли, которые связаны с той энергией, которая выделяется ядром нашей планеты. Геология выясняет причины и закономерности развития практически всех природных геологических явлений процессов. Она изучает большой раздел так называемых опасных геологических процессов, в которые входят землетрясения, извержения вулканов, цунами, ураганы и прочие опасные геологические явления. И самое главное, геология изучает условия формирования основных типов полезных ископаемых. Итак, геология является теоретической основой для поисков и разведки, а также эксплуатации разнообразных типов месторождения полезных ископаемых, без которых невозможно развитие ни одной отрасли промышленности, которая сейчас существует на нашей планете. Геологические данные также необходимы для всех видов строительства. Ведь когда строители сооружают подземные или наземные сооружения, они должны изучать состав горных пород, они должны изучать явления, которые возникнут в этих горных породах при техногенном воздействии человека. И с другой стороны, они должны изучать также воздействие самих сооружений на горные породы. При возведении плотин, водохранилищ, метрополитенов, тоннелей, шахт и других горных выработок, необходимо знание геологии и геологическое устроение территорий. Все это позволяет производить проектировочные работы и рассчитывать безопасные технологии строительства. Становление геологии приходится примерно на первую половину XIX века. Именно в это время накопленные знания, которые были получены многочисленными английскими, американскими, французскими, советскими учеными. Однако начало геологии как науки связывают с первой половиной XIX века. Именно тогда ученым впервые была установлена основа стратеграфии и хронологического летоисчисления земной коры. И были накоплены материалы, которые позволяли выдвигать гипотезы горообразования и формирования месторождений полезных скопаемых. Основанием для этих научных обобщений послужил богатейший фактический материал, который был собран в течение XVI, XVII, XVIII веков многочисленными учеными, исследователями, англичанами, французами, российскими учеными, западноевропейскими учеными, американскими учеными. Очень важно остановиться на методах познания в геологии. Это связано с тем, что методы познания резко отличаются от методов познания в других науках. Если, например, в физике, химии, ботанике, биологии и других науках, ученые для подтверждения своих гипотез используют эксперименты. Эксперименты в геологии, которые можно проводить, они, в принципе, не очень достоверны. Почему они достоверны? Потому что практически все геологические процессы проходят в течение сотен и сотен тысяч лет, поэтому в пределах даже человеческой цивилизации вот эти процессы отследить совершенно невозможно. И поэтому за основу метода познания в геологии признан особый метод – метод актуализма. Метод актуализма складывается из того, что на примере современных геологических процессов, таких как землетрясение, тектонические движения, извержение вулканов, проявление магматизма, ученые изучают эти геологические процессы, и затем накладывают свои результаты на то, что они видят из древней истории нашей планеты. Таким образом, метод актуализма позволяет нам установить те факторы и те процессы, которые преобладали в те или иные геологические эпохи. Современные методы познания довольно-таки обширны. Они складываются из натурных наблюдений или наблюдений и исследований с веществом непосредственно с объектом. В частности, это полевые геологические съемки, разведочные работы, включающие, например, бурение скважин, отбор проб, исследования проб. Лабораторные исследования в последнее время шагнули очень далеко вперед. Вы знаете, что современные методы исследования позволяют в одной пробе определить до 75 химических элементов. Это явилось отправной точкой к развитию новой геологии, которая уже с макро- и микро-уровня переходит на нано-уровень. Большим подспорьем в методике познания в геологии играют дистанционные методы. Дистанционные методы использовались довольно-таки давно. Одним из разновидностей дистанционных методов являются геофизические методы исследований. В современной геологии очень широко используют аэрокосмические методы исследований или ремонт-сенсинг технологий. Это методы, которые позволяют использовать космические аппараты, космические спутники для изучения строения Земли, для изучения глобальных тектонических разломов, для изучения глобальных процессов, которые происходят сейчас на нашей планете. Как видите, геология очень интересна и ее изучение может стать для вас чем-то наподобие путешествия. Путешествия в историю нашей планеты, путешествия в историю развития человечества, путешествия в наше будущее. Минеральная сырьевая база Казахстана играет огромное значение для развития его как независимой республики. В настоящий момент в Казахстане открыто уже более 3000 месторождений, которые эксплуатируются и дают более 70 типов различного минерального сырья. Это и месторождение так называемых базовых металлов, к которым относятся железо, медь, свинец. Это месторождение золота, многочисленные и разнообразные. Это месторождение редких металлов, редких земель. Имеется огромное количество месторождений строительных материалов. К ним относятся месторождения керамзитового сырья. Это месторождение строительных песков, строительных глин. Это месторождение строительного камня. Все это изучает наука геология. И более подробно мы поговорим об этом в наших дальнейших лекциях. Спасибо за внимание.